Всем здравствуйте! Сегодня мы встречаемся в прямом эфире для того, чтобы обсудить тему, почему нужны политические заложники в случае с делом Берлыка Миндагазиева и в чем заключается суть его политического преследования. Сегодня для этих целей мы собрались с правозащитниками Веритас и правозащитной группой 405, представители правозащитного фонда Кахарман. Но надо сказать, что тема взятия политических заложников, к сожалению, не новая в Казахстане. На примере дела правозащитницы Ботаджар Димали, ее брата Искандера Ерембетова, подвергли пытокам жестоким и пытались заставить его сестру приехать в Казахстан для того, чтобы заставить ее перестать заниматься правозащитной деятельностью. Кроме того, мы знаем о том, что политические заложники уберут среди семей активистов, активистов того, чтобы заставить их оставить свою гражданскую активность. Но в данном случае мы имеем дело с еще более масштабным преследованием. Это касается не только близких членов семьи, но и в том числе сотрудников, некогда принадлежащие фирмы Барлыку, и вопрос, что будет с ними, и таким образом пытаются сфабриковать подобного рода обвинения. Сегодня в прямом эфире я хотела бы сначала дать возможность высказаться правозащитникам, чтобы они рассказали в том числе о контексте, за что могут преследовать Барлака, какой именно политический контекст, и как вообще правозащитникам и активистам удается и удается ли собирать гуманитарную помощь, финансовую помощь для политически репрессированных в Казахстане. Алма, слово, пожалуйста. Представьтесь коротко тоже, чтобы наши зрители знали, с кем мы общаемся. Меня зовут Нарушева Алма, я правозащитник правозащитного движения «Веритас». В сентябре этого года вместе с другими активистками мы создали правозащитную инициативу «Веритас». Нашу инициативу объединяет 5 человек и 20 волонтеров в городах Алматы, Астаны, Семей, Ак-Тюбе и другие города. Каждая из нас были десятки раз задержаны, штрафованы, преследуются по уголовным статьям. Сейчас в отношении двух активисток-правозащитниц заведены уголовные дела по статье 4 статья, часть 2 за якобы участие в экстремистской организации. 17-18 октября 2020 года правозащитная инициатива объявила сбор стресс, вещей, продуктов для семей политически выключенных и политически преследуемых. Нам не дали, затем мы еще 24-го провели, и вообще объявили 24-го и 25-го. Когда мы пришли 24-го, и все дни, которые мы проводили, 17-го, 18-го, 24-го, нам не дали провести сбор средств. Для этого было использовано более 100 человек. Это СОБР, полиция, военнослужащие, тетушки. Все это было против пяти женщин-правозащитниц и шестилетней дочери одной из нас. Полицейские задержали нас применением грубой силы, а детские рисунки, которые нарисовали дети, они уничтожили на глазах детей и прохожих. Вот все, что я хотела сказать. Ну и вот смотрите, фактически единственным человеком, который в данном случае у нас оказал поддержку публичную, оказался Барлок. Насколько это для вас было важно, что тем не менее, несмотря на то, что вам не дали собрать вообще средства, насколько важна была для вас поддержка Барлока? Вы ожидали вообще, что вам, несмотря на то, что такие огромные преследования организовали с таким огромным количеством КНБ, полиции, то есть насколько вы вообще ожидали, что в таких условиях найдется человек, который сможет вам протянуть руку помощи? Ну, если честно, нет, конечно же, потому что мало кто из людей могут сделать это. Не каждый сможет это сделать. Именно семьям политических заключенных и политических преследуемых. И не у каждого есть замужество, так сказать. То есть это фактически как такой акт определенного геройства в Казахстане, как в Беларуси дать повертывание для семей политических заключенных. Я вижу, что к нам прибивается Дана Женай, президент фонда правозащитного Кахармана. Дана, вот скажи, пожалуйста, у нас долгое время была самая большая проблема – это количество штрафов в Казахстане. И фактически это один из самых таких эффективных репрессивных механизмов, потому что штрафы непомерными суммами, больше, чем даже средняя и минимальная заработная плата в Казахстане. Насколько важна была поддержка Байлэка и насколько она масштабна, учитывая степень и массовость репрессий именно в этом направлении, если бы ты могла представить ситуацию. Здравствуйте всем, во-первых, извиняюсь за задержку. Огромное спасибо вам, в первую очередь, Барла Кенда-Газеев, за то, что вы оказали такую поддержку гражданскому обществу. Это нашло действительно отклик в сердцах всех граждан Казахстана, особенно у родственников граждан, которые пострадали из-за политической позиции своих родственников. Это очень, на самом деле, было важно для них, для каждого. Сейчас, насколько мы, как правозащитники, ведем мониторинг, мы знаем, что в Казахстане огромное количество людей подвергается давлению, подвергается незаконным штрафам, и оплата их, помощь в оплате с вашего правозащитного фонда облегчило, конечно, скажем так, вести дальше им свою политическую деятельность, гражданскую деятельность, потому что поддержка, это, наверное, то, что было необходимо как свежий глоток воздуха нашим активистам Казахстана. Сейчас вот в период именно с августа по ноябрь 2020 года у нас в СИЗО задержаны и помещены в СИЗО 9 человек, 13 политических заключенных уже в Казахстане, иначе как репрессиями не называть. Да, вот поэтому помощь, огромная поддержка. Я еще хотела бы отметить, что у нас ежемесячно вместе с этими коллегами мы фиксируем больше 200 человек, которые преследуются именно по административным нарушениям, так называемым, политически мотивированным, и там, как правило, наказание – это как раз-таки штрафы. То есть каждый месяц минимум 50 человек подвергаются штрафам с суммом от 100 долларов до 380 долларов. Это огромные ресурсы, и вот, Барлок, я очень хочу вам тоже от нашего международного фонда «Открытый диалог» также и от «Открытый диалог» сказать, что это действительно очень-очень важно, что были и есть такие люди, как вы, которые готовы откликнуться и имеют мужество, как сказала Алма, для того, чтобы оказывать такую помощь. Я считаю, что этот контекст очень важен перед тем, как вы начнете что-либо рассказывать о своей истории. И сейчас я хотела бы еще передать слово Ане Шукеевой из правозащитной группы 405. Какие ваши наблюдения, особенно тоже, в том числе, и по политическим убийствам? Насколько это важна поддержка? Поддержка для семей политических заключенных, поддержка для тех, кто политически преследуем. Здравствуйте. Рада публично поблагодарить Барлыка Медегазиева. Это неоценимый вклад. Надеюсь, что придет время и смогу лично поблагодарить, пожать руку за это. Вы первый смельчак, первый смельчак, который может, делает, помогает гражданскому обществу Казахстана, гражданским активистам. Без этого мы пропарим. Штрафы душат. Честно скажу, душат. Денег и так нема. Вы делаете большое дело. Почему это сейчас происходит? Это, конечно, политический мотив, обязательно. Вы с мая 2020 года делали этот вклад и именно сейчас, спустя полгода, начали цеплять вас, преследовать. Я сейчас буду уклоняться про АС, про Дулата Агадзила и почему они преследуют Барлыка, по моему мнению. Уклубляться, нет? Да, конечно, конечно. Расскажу. Скажу, да. 24 июля был АС, АСАР, для семьи, убитого гражданского активиста Дулата Агадзила. И по хронологии событий видно, что наши власти Казахстана взорвались именно после этого АСА, после того, как увидели, что народ, граждане, гражданские активисты могут консолидироваться, могут объединяться, могут поддерживать. И тут Барлык Миндагазиев, который помогает, да, активистов преследует, а именно после этого АСА, да, я хочу вот так вот объединить это всё. То есть, чтобы задушить и не дать, не дать вообще никакой активности в Казахстане. Так, так, на данный момент, к чему это всё привело? У нас 22 политических заключённых, да. Асхаджик Сибаев, Кайрат Клышев, Абай Бегимбетов, Багдад Бахтыбаев, Аскар Мурмаганов, Мурат Баймагамбетов, Марат Дюсимбиев, Уласпек Ахметов, Наян Рахимжанов. Это кто сидит в СИЗО сейчас, да? Да, и вот они все как раз-таки участвовали в сборе средств для Сибири Булата Агадзила. Это очень важно. Да. Если всё это связано... Да, в общем, тяжело достать Барлыка из-за границы, вот они поэтому пытаются получить родственников и оказать на них давление или же каких-то близких людей для того, чтобы заставить его оставить свою правозащитную и медицинскую деятельность. Наша задача, как можно лучше помочь, чтобы, не дай бог, сам Барлык не оказался ни в СИЗО, ни в тюрьме, нигде. Он поддерживает нас, мы поддерживаем его. В этом и есть весь смысл вообще. Да, это и есть солидарность. И, кстати, именно такие методы принимаются гражданским обществом и бизнесом в Беларуси, потому что вы знаете о том, что там выступил бизнес, IT-бизнес в первую очередь, но потом подключились даже самые маленькие кафе, перевозчики. Ну, абсолютно все, все представители бизнеса, частного бизнеса подключились для того, чтобы поддержать семьи репрессированных, политических заключенных, правозащитников, которые фиксировали нарушения прав человека. Это привело к тому, что на сегодняшний день мы видим следующие вещи. Во-первых, Европейский Союз ввел персональные санкции не только в отношении окружения, но и в отношении лично самого Лукашенко. А второй момент, что фактически за счет этой солидарности отбивают от политических преследований и освобождают не только политических заключенных, но и тех, кто пострадал в связи с тем, что финансировали, например, были объявлены международные розыскы или же взятые в заложники сотрудники IT-компании в Беларуси, но за счет международной огласки сотрудничества и защитников и бизнесменов еще большие волны давления со стороны гражданского общества на международном уровне. На сегодняшний день они добились результат и освободили этих людей. Я очень рассчитываю, что такую же историю, тот же опыт мы используем в Казахстане и сможем выстроить этот круг солидарности. Анечка, если мне разрешишь, я хочу сейчас дать возможность выступить, перейти к делу непосредственно самого Барлыка, чтобы он рассказал подробнее, почему он этим занимается, зачем, будучи человеком, который фактически эмигрировал вместе со всей своей семьей из Казахстана, тем не менее, он очень публично защищает гражданское общество Казахстана, поддерживает и фактически ведет одновременно и медицинскую и правозащитную деятельность. Барлык, вам слово. Спасибо, Людмила. Я внимательно слушал девчонок и я хотел бы сказать, что я рад, во-первых, вот так вот, хотя онлайн, познакомиться с девчатами. Я такой, Дана, Алма и... Аня. Аня, ага, да. И я как бы хотел сказать, что я горжусь этими девчатами. Я всегда говорил, что у нас девчонки в Казахстане самые храбые, самые смелые, самые умные. Вот. Это правда. Я не лечу вам. Да. И, во-первых, да, вот, спасибо, что пригласили вообще на вот этот уникальный такой формат общения. Вот. и я... да, если вкратце сказать, что происходит в данный момент, вот, ну, в данный момент, как вот Аня сказала правильно, да, что все, это мы в Казахстане, все, в общем, мы все незащищенные, неважно, человек бизнеса, или человек, обычный человек, или журналисты, потому что тукаевский, назарбаевский режим, вот, они установили, взяли такой стандарт управления государством, как северокорейский стандарт, или даже, может, китайский. То есть, поэтому мы мыслящие люди, вот, и должны этим заниматься, я считаю, что должны все заниматься этим, правозащитной деятельностью, потому что без прав не может быть государство вообще. То есть, не может быть ни бизнеса, не может быть экономики, не может будущего, вот я там слышу детские голоса, и детям будет очень-очень плохо жить, они практически будут заложниками у этого режима. И поэтому, вот, отвечая на вас вопрос, почему я взялся, да, почему я, ну, как бы, стал заниматься правозащитной деятельностью, это вот то, что это наши соотечественники, это наши сестра, мамы, дочеря, и, и когда такие видишь, и наши дети, когда видишь такие картины, что вот, людей прессуют, людей бьют, приходят домой, вытаскивают из дома, убивают, как убили Дулата Годила, совершенно очевидно, совершенно, то, что это убил его режим, вот, руками силовиков, поэтому, это все возмущает, это оскорбляет, и дело даже, ну, как бы, вот отвечаю, я просто это делал не от того, что я хотел заниматься правозащитной, делаю, это режим заставил меня заниматься правозащитной деятельностью, потому что я вижу, как наших любимых девчонок, любимых матерей, бабушек, просто, извините меня, дубинкой бьют по голове, в масках, эти, похожие на террористов, бандитов откровенных, вот, и мне это оскорбляет, я не хочу, чтобы моя страна, мой народ, жил в таком, вот, в лагере, вот, в северокорейском, и поэтому я это занимал, стал заниматься, и я буду этим заниматься, и что бы они не делали, сейчас они, конечно, пытаются, я знал, когда я это делал, я знал, что они придут ко мне, я знал, что они ударят так же по моим близким, так же, как они в свое время ударили, по Бутажердамали, мы знаем историю, как это они ударили по семье Мухтара Кабуловича, мы все это прекрасно знаем, мы знаем, как они расстрелялили Жана Узень, я прекрасно это знаю, но я прожил 50, больше 50 лет, и я считаю, что я много чего в этой жизни видел, и я вижу свой долг в этой жизни, именно помогать таким девчатам, вот, как Аня, как Алма, которые, вот, мужественно борются с этим, они борются, кстати говоря, за наши права, вот, меня что восхищает, они борются, не сколько за свои, сколько за наши права, да за бизнес, я почему и говорю, что мы не можем сегодня молчать, игнорировать это, это значит, ну, одобрять это преступление, ты становишься соучастником этого преступления, вместе с Токаевым, вместе с Назарбаевым, и я не хочу с ними, я говорю, мне с ними не по пути, я не преступник, я не буду с ними, пусть они меня посадят в тюрьму, пусть они меня переломают колени, но я не с ними, как я вот вчера сказал, на площадке, бюро по правам человека, да, у них руки длинные, я знаю, они подкупают европейских чиновников, коррумпированных, для того, чтобы извлекать гражданских активистов из-за границы, я особо не задумываюсь об этом, окей, я от них и не прячусь, по большому счету, придут те времена, когда они сами будут прятаться, от народа, не от меня, поэтому вот, они будут пытаться меня вытащить из-за границы, каким-то путем, не знаю, у них много, конечно, денег, у них, они везде запустили свои такие коррумпированные щупальцы, и в Европейский союз, и... Но опыт Белоруссии показывает о том, что все-таки можно эффективно этому противостоять, когда бизнес вместе с гражданским обществом объединяется. Но я еще, почему этим занялся, я знаю точно, что только казахстанский народ может сам, себя, как бы, ну, избавиться от этого режима, никто не придет, ни Америка, я всегда об этом говорю, ни Европа, никто, ни какие-то правозащитные международные организации, нет, это должен народ делать, это мы должны делать, кто имеет казахстанский паспорт, а у меня казахстанский паспорт, это мы должны делать, это наш долг, вот, служить своей стране вот таким, и когда нашему народу плохо, мы должны вставать и объединяться на сторону народа, а не на сторону вот того, бесившегося правительства, или там руководства, или там, вот, поэтому вот я, вот чисто из-за этого, я стал заниматься из-за этого, не разделяя людей ни на какие, ни на национальности, не разделяя, ни на какие-то принадлежат партиям, это прежде всего наши казахстанские соотечественники, это наши граждане, абсолютно мирные, абсолютно честные, я таким людям бы, не знаю, приглашал правительство, не знаю, в Госдуму хотел говорить, в парламент, да, то есть, вот, я вот этот, вот только вот это меня подстегнуло, заниматься этим, и я буду этим заниматься, что бы это ни случилось. Отлично, Барбек, вот скажите, вот у нас в том числе и спрашивают комментаторы, и было бы правильно еще сделать с ним такой маленький нюанс, вас знают активисты, но многие наши зрители, вот сейчас нас смотрит больше ста человек, они не знают, кто вы, и об этом не будут знать многие из наших дипломатов, политиков, которые впервые посмотрят это видео. Расскажите, пожалуйста, кто вы, да, откуда вы, из какого города, и, ну, именно по рождению, да, то есть кратенько, и чем вы занимались, почему сейчас ваш род деятельности, он в некоторой степени все равно правозащитнически, даже несмотря на то, что вы занимаетесь бизнесом, в чем его суть? Ну, во-первых, меня зовут Барлык Мендагазеев, я родился в западном Казахстане, и живу в западном Казахстане, есть такой маленький городишка, Казахстане, и, в общем-то, да, вот, в бизнес я пришел в 90-х годах, организовал компанию, короче, на Казахстане, с которой по сей день работает, которую сегодня, мы сейчас с вами разговариваем, об этом момент, там идут обыски, в этот момент сейчас людей запугивает, это я отдельно к этому сейчас вернусь, а эта компания, вот, я создал и раскрутил, как бы, да, если выражать языком, предпринимать, раскрутил, сделал такой огромной империи, но потом, соответственно, наша такая страна, как я говорю, вот, тогда я был наивным, честно сказать, я, розовые у меня были очки, я все время думал, вот, я когда создам огромную компанию, я буду столько заводов, фабрик буду строить, но постепенно Казахстан, Назарбаев превратил Казахстан в такой большой один концлагерь, да, лагерь такой, да, северокорейский, китайский лагерь, и людей своих превратил в рабов, в том числе и предпринимателей, и вот это ты стал, стал об этом понимать, и дошел до такого, что потом, естественно, стал конфликтовать постепенно, потому что в тебе живет другая конституция внутри, конституция свободного человека, конституция, которую тебе воспитали родители, уважать, любить свою родину, помогать слабым, уважать старших, и я эту конституцию всю жизнь, ну, с этой конституцией, эта конституция конфликтует с конституцией, то, что сделал Назарбаев, и поэтому я постоянно стал попадать в такие, постепенно, постепенно я попал в этот черный список Назарбаевский, потому что он главный в этой стране и в этом лагере. Поэтому, естественно, пришло к тому, что я, компания попала к ИСС под пресс, и в 2016 году под давлением я, вот сложився ситуации, я просто приемл такое решение, в 2016 году я полностью передал весь свой бизнес, эту компанию передал своими коллективами. В то время было 120 человек. Это был рейдерский захват, то есть они пытались, как объяснить это, тоже в том числе дипломатам, потому что они могут понимать, в чем суть. То, что более-менее понимают, это понимают, что на всем постсоветском пространстве используют рейдерские атаки. Вот в чем была сущность тоже вашего бизнеса, почему он был такой интерес, его отобрали? Да, как таковую, конечно, рейдерская, то есть всегда наша власть, режим, Казахстан, они алчные, потому они все украли в Казахстане, полезные ископаемые, все наши природные национальные богатства, они все прихватизировали, все разворовали, и появилась определенная какая-то там шайка, там, не знаю, может быть, 100 человек этих шайк, и вот все это принадлежит им. И, соответственно, оттенки внизу, которые чуть ниже этих 100 человек, это там, не знаю, на уровне областных акимов, там, на уровне районных акимов, они, соответственно, уже добивают малый и средний бизнес. Я в то время относился к малому и среднему бизнесу, и сейчас отношусь к малому и среднему бизнесу. И, соответственно, эта система, она устраивала, периодически устраивали такие кошмары. Это, ну, как можно бизнесу устраивать кошмар, это кидать какие-то налоги в проверки, финансовые проверки, прокуратуры, там, санитарные службы, пожарные службы. Это вот такое идет классические, вот, сперва создают проблемы компания, чтобы там человек упал на колени, и потом уже понял, что он все это потеряет, потому что предприниматель – это уязвимый человек, и, соответственно, у него активов много, и, соответственно, он в итоге понимает, что он попал к ним, вот, как бы, не милость, он приползает к ним и говорит, ну, ладно, агашка, давайте как-нибудь разведем с вами, и все. Они говорят, ну, давай там, ладно, я, может быть, твою решу проблему, там, 50% акций ты должен мне отдать. Вот примерно всегда, да, я так условно взял, это как минимум. И, соответственно, вот это классический вариант, вот, тоталитарных режимов, диктаторских режимов, вот, именно такой, поэтому я всегда говорю, бизнеса свободного, независимого, в таком диктаторском обществе, стране быть, в принципе, не может. Поэтому, вот, таким образом, компания, в общем, я посчитал, что лучше будет, пускай эта компания будет распределена между 120 учредителями, собственникам сложнее ее, вот, вывести из такого, ну, как бы, захватить. И вот это все нам до 2020, до сегодняшнего дня, это давало нам преимущество, что никто не мог особо положить глаза, ты не мог, ты не должен кому-то там, извините меня, отслюнявливать, да, со своих там контрактов и так далее. Но, соответственно, это еще из-за того, что я сделал, потому что я, еще раз говорю, во мне конституция такая, свободная человек, и я, поэтому, вот, быть в бизнесе и заниматься общественным, тем более правозащитным деятелям, это практически невозможно. И, соответственно, я, вот, не мог изменить свою конституцию, и таким образом я вышел из бизнеса, но при этом, как бы, я и занимался общественным деятелям, вот, в области охраны экологии, и, соответственно, я постепенно перешел в правозащитные деятельности, общественные деятелисти, правозащитные деятелисти. Ну, вот, когда режим увидел, что это возможно, что это может послужить объединяющим фактором, вот, и, соответственно, они, испугавшись этого, естественно, они просто уже кинули нас без всякого там законов и каких-то там юридических последствий, просто кинули, грубо, ОМОН. В количестве 20 человек, которые, они, вот, 6 ноября было брошено вот в городе Оксайд на коллектив компании КСС, вот, ну, история вот эта вот такая, вкратце, да, история сейчас происходит, идет запугивание, шантаж идет, ну, все то же самое, что и делали с вами, со всеми, что и делают с вашими подзащитками, которые, вот, как Асхат Шексибаев, Карат Клышев и многие другие, там, Арон Атабе, которые уже сидят давно в тюрьму, это классика, вот это, это я против такой, я буду с этим режимом бороться, где бы я ни находился, и вот пользуюсь таким моментом, что я нахожусь в Соединенных Штатах, я и учредил этот фонд Freedom Kazakhstan только для того, чтобы помогать своим соотечественникам, своим землякам, потому что мои корни там, я в этой стране жил, я в этой стране умру, и я долг свой отдам в этой стране, поэтому все вы, мои соотечественники, и я буду всегда на вашей стороне. Вот, как бы, вкратце, что я хотел сказать. Вы могли бы назвать еще имена конкретно лиц, которые сейчас, учитывая то, что на вас завели такое фабрикованное уголовное дело, они фактически стали заложниками, то есть режим Назарваева взял заложники. Вы можете по именам сказать, кто эти люди, для того, чтобы дипломаты, политики, европейские страны, в том числе США, которые также являются обозревателями нашей правозащитной группы, активисты, не экстремисты, чтобы они знали, кто сейчас нуждается в защите и поддержке. Как правило, они всегда стараются обезглавить компанию, да. Хочешь уничтожить компанию, обезглавь ее. Вот, ну это, конечно, руководитель пресса, Боржан Джусупов, отличный парень, отличный гражданин, настоящий гражданин, вот, своей страны. И потом финансовый директор Бахлея Хайруланова у нас, Джентилеева. Ну и, соответственно, это близкие родственники, которые, вот, тоже работают обычными работниками в компании КСС, Бекеран Миндегазиев. И Сергей Смоляк, это простые, вот они сегодня тоже давали интервью, там, уральской недели. В чем их преступление? Что они сделали не так для режима Назарбаева? Почему они для них ценные? Они, во-первых, это люди, которые, ну, руководители, которые вместе со мной работают, они всегда советуются, потому что я, как бы, не являюсь собственником, я являюсь бизнес-менеджером, я являюсь инвестором этой компании. Вот, поэтому я в руководстве этой компании не участвую, в доле не участвую. Поэтому, ну, в любом случае, мы как работаем, как одна команда, и поэтому, вот, они меня все в шутку там называют шефом. Понятно, потому что я создатель этой компании, и вот, поэтому, вот они, это близкие люди, а диктаторский режим, они, ихняя, вот, главная сущность, они бьют по тем людям, которые ближе к тебе находятся. Потому что, как вы правильно сказали, до меня им тяжело дотянуться, потому что я живу и нахожусь в свободной стране, демократической свободной стране, как Соединенные Штаты. Вот только что, как недавно выбрали президента, я смотрел, у меня слезы накатываются, и мы с женой смотрели, и я говорю, блин, вот какая счастливая страна вот здесь, потому что у меня жена, она граждан Соединенных Штатов, я говорю, какая ты счастливая, вот смотри, а у нас там сидит один 30 лет, да, извините меня, старый пердун, вот, и мы ничего не можем сделать, да, и вот у него все, он уже не соображает ничего, но тем не менее, и он поставит еще одного такого же, сам назначил такого же, потому что его народ не выбирал Тукаева, я его, по этому считаю, нелегитимным президентом, и поэтому вот этот, как бы, режим, он очень коварный, жестокий, мне кажется, он самый жестокий на планете, это казахстанский режим, я поездил по многим странам, я это видел, он такой самый изощренный, у него больше всех денег, потому что природа богатая, поэтому они всех купили, они как спрут, они в Европе коррумпированных чиновников купили, они в Америке лоббистов покупают, и поэтому с ним тяжело бороться, это очень изощренный, очень жестокий режим, почему я говорю, это преступный режим, я свои слова выбираю выражение, я знаю, что я говорю, я знаю, что это преступный режим, потому что они украли голоса у народа, они украли народные богатства, они убивают граждан, наших граждан, это преступники, и поэтому вот вещи мы такие должны называть, я вот, соответственно, они нанесли удар по моим близким, и по, вот, кстати, Бекижан, Сергеем, вот, кстати, да, я вот, Веритас, которым помогали, да, мы оплачивали, Кахарман оплачивали, это как раз делал Бекижан и Сергей Смоляк, потому что, ну, мы же все-таки живем в лагере, там невозможно... Да, вы говорите именно про оплату адвокатам, правильно, и оплата штрафов. Да, там были адвокаты, мы потом, да, всеми просто напрямую отдавали денег, я вот маме, дулат, отдавал лично деньги, ну, Бекижан, они перечисляют, просто я говорю, Бекижан, надо перечислить туда деньги, столько, они не спрашивают никогда, потому что они знают, они одобряют меня, я, ну, они знают, что это, если это делается, значит, это надо помогать таким людям, и они просто, и, соответственно, это, не знаю, там, какие-то финансово контролирующие органы, они видят эти транзации, и, соответственно, они пришли именно к ним, и Бекижаны подкинули вот этот пакетик Анаши, а Сергея просто запугали, и сказали ей, мы тебя сейчас тут переломаем, тебе, вот, и посадим в тюрьму, ты отсюда не вылезешь вообще, и он, естественно, пожилой человек, больной человек, он испугался, естественно, ну, вот, поэтому вот эти люди как раз-таки делали переводы, вот, вам, вот, по вашим, как бы, подзащитным, да, вот, и вот пока четыре человека, но сейчас, как я говорю, там допрашивают практически всех, я даже сейчас не владею информацией, всех телефонов забирали, потом людей запугали, они даже боятся лишний раз писать что-то, или, там, звонить, поэтому сегодня туда ездили, как бы, журналисты, и они хотят узнать, получился Аксай, это получилось как маленький суар такой, да, КССовский кампус получился такой, как суаровский лагерь, да, и там закрыли, там связь отключили, запугали всех, и поэтому таким-то образом секретно туда пробрались журналисты из Уральской недели, они там взяли интервью, и после этого сразу же туда понабежали ГБшники, вот, ну, как... Сотрудники КНБ, да? Да, сотрудники КНБ, вот, и стали опять допрашивать, почему там, кто там, кто будет еще раз участвовать в таких вот митингах, мы вам придем, мы ваших детей заберем в заложники, прям, в прямом смысле слова, напугивать, шантажировать, что мы знаем ваши дети, там учатся, там, вот это, это северокорейский, я уже буду сегодняшний день называть режим казахстанский, буду называть не казахстанский, а северокорейский режим в Казахстане, вот, такие методы, я поэтому понимаю вас, девчата, как вы, через что вы проходите, потому что сегодня я прохожу через это тоже, и те ребята, девчата, которые находятся в КСС, они тоже плачут, просто иногда присылают, вот, такие душераздирающие сообщения, вот, и просто понимают, и у меня лично вот такая вот ненависть к этому режиму, разорбаевскому, стукаевским, массимовским, и сама Табиша, я специально эти четыре человека назначаю, потому что они главари в этой стране, которые прекрасную страну превратили в такой большой концлагерь. Барлок, вот смотрите, еще очень важный такой нюанс, мне кажется, все-таки важно к этому вернуться, чем занимается ваш бизнес, потому что я знаю, что это особенная компания, она уникальна, она помогает казахстанцам в том числе бороться с огромным выбросом шламов, отходов, да, которые образуются при хранении, транспортировке нефти в самых разнообразных резервуарах, например, трубах и танкерах. Расскажите, пожалуйста, в чем уникальность вашей фирмы, почему она в том числе направлена на спасение людей экологии в Казахстане и с какими фирмами вы работаете, почему вы настолько, скажем так, создали фирму и сейчас являетесь ее инвестором, который является лакомым кусочком, а с другой стороны является инструментом давления на вас, чтобы вы перестали заниматься своей правозащитной меценатской деятельностью. Ну да, немножко так же еще хочу начать с предыстории. Вообще я учился именно по специальности эколог, и поэтому это мое призвание, и всю жизнь я хотел что-то делать полезное для экологии в окружающей среде. И, соответственно, я из этих соображений в 97-м году открыл компанию КСС, которую основной деятельностью стала именно деятельность в области охраны окружающей среди экологии. И это 25 лет, а эта компания только этим занимается. Ну, побочные есть, там транспортные услуги, какие-то там гостиничные услуги, услуги, как я говорил раньше, на Титокс и услуги общественного питания. Но основная деятельность, это как раз-таки на английском называется waste management, управление отходами, это снизить нагрузку на экологию. То есть мы все живем... То есть как на отходах можно заработать? Потому что в Казахстане, я подчеркиваю, ужасная экологическая ситуация. Мы получаем массу сообщений о том, что люди заболевают раковыми заболеваниями, и не только. То есть это страдает экологией абсолютно все. То есть вот это очень важный момент. И тем не менее, ваше предприятие хотят убить фактически, наказать вас таким образом за то, что вы создали это детище и поддерживаете гражданское общество. Да. И, соответственно, я инвестировал в такие современные технологии, которые приняты в мировые современные технологии, как в Соединенных Штатах, в Европе. И поэтому такие технологии... Потому что мир не стоит на месте. Вы же знаете, в Европе все придумают так, все технологии придумают так, все производство придумают так, чтобы было меньше отходов. Естественно, я тоже стал уделять еще 25 лет назад этому. И я стал искать технологии, покупать. И потом постепенно-постепенно компания КСС вышла на лидирующие позиции в Казахстане, в области вот таких вот именно... Ну, так как мы нефтяная, нефтегазовая страна, нефтяная держава, естественно, у нас больше всех и опасных отходов образуются именно с нефтяных месторождений. Соответственно, я выбрал именно эту деятельность, чтобы оказывать услуги нефтегазовым компаниям, чтобы они меньше... От них было выбросов в экологию, загрязнение и соответствии. И, соответственно, мы в этом плане, КСС стал лидером именно в этой отрасли. И последний день мы являемся одним из самых лучших компаний, которые применяют самые современные технологии. Вот, чтобы для вас информация была. Только вот в 2020 году я инвестировал в компанию КСС 5 миллионов долларов. Только в этом кризисном году 2020. Сколько рабочих мест вы создали и сколько при этом сохраняется жизней будущей экологии страны. И в ответ на этот Назарбаевский режим сфабриковал уголовное дело. И еще берет ваших родственников-заложники. Да. Там работает как минимум 200 человек, работников, которые все... Это не просто работники, которые учили за границей. Кто-то из них учился, кто-то обучался на производстве. Но это все уже специалисты. Это все местные ребята. В основном эти ребята, которые с моего поселка, с моего района, с моего города. И все они очень любят эту работу. Они их... У нас в компании КСС такие клиенты, как Тенгиз Шевролл, как Корчак Петрольный Опередник. Это самые крупные такие инвесторы в Казахстане. И, соответственно, они нам доверяют. По сегодняшний день они нам, по крайней мере, доверяли. Я не знаю после этого... Я честно скажу, не знаю, как это повлияет на наших клиентов, как они к нам будут относиться. Я правда не знаю. Потому что вот эти все маски-шоу, вот эти все бандиты в масках, они все это делают именно для того, чтобы напугать еще наших клиентов, которые работают с компанией КСС, для того, чтобы они прекратили с нами сотрудничать. Такое уже было в 2015-2014 году, когда под давлением компания Корчак Петрольный Опередник отказалась от услуг работать с компанией КСС. И вот таким образом мы как бы практически на Карачанаке вообще не имеем работы. То есть попали в свой род такой, так называемый черный список. Только потому, что Корчак Петрольный Опередник вступил в сговор с местными чиновниками и стал их исполнять их... Ну, как бы их... Под давлением, да? Да, под давлением. И как бы стал прислушиваться их рекомендациями. Таким образом мы, по сути, не имеем работы. Только вот деньги с шоуруем мы работаем. Ну, вот после этих событий я, честно, не знаю, как они будут к нам относиться. Вот. Но как бы работа у нас... Мы работаем очень хорошо. И клиент доволен. Тингис Шевроу очень доволен компанией КСС, потому что все очень качественно, очень безопасно. Если вы не разрешите, я скажу, в чем особенность тоже вашей уникальной, скажем так, технологии в том, что в основном в Казахстане все делается по старинке, старой технологии, то есть люди участвуют непосредственно в процессе очищения транспортных труб и этих резервуаров, танкеров, да? За счет лопат они, то есть, фактически рискуют огромно своей жизнью, заходят внутрь этих, скажем так, танкеров. У вас в данном случае работают роботы. То есть вы фактически не только спасаете жизни тех нефтяников, тех обслуживающих людей, которые занимаются очищением от нефти от входов, но и в том числе создаете новые высокотехнологичные рабочие места, что крайне редкость большая для Казахстана, потому что, как правило, если роботы приходят на место людей, они вымещают, да, то есть люди теряют работу. В вашем случае вы создаете дополнительные рабочие места. То есть неужели режим настолько не понимает или они рассчитывают то, что граждане Казахстана не будут знать о том, что насколько важен и в том числе ваш вклад и гражданское общество, и в том числе экологию, бизнес, развитие региона? На что они рассчитывают? Как вы считаете? Ну, я сразу скажу, что режим, он, у него нет такого как бы разума вообще у нашего казахстанской политической системы, которую выстрел в Назарбаев, у них нет вообще вот этой обратной связи с обществом. Соответственно, они не думают вообще, они живут только свои, они качают, у них нефтяные качалки работают, деньги аккумулируются в Европе, где-то, не знаю, в других странах, да. И поэтому это однозначно, за 30 лет вы посмотрите, мы самая богатая страна номер один в мире, но наш народ самый нищий. И мало того, еще материальные нищие, еще, и у нас еще и нет и прав, и свободы, и свободы слова у нас. Все забрали. Я не удивлюсь завтра, если они еще нам будут продавать воздух, чтобы мы могли дышать. Я не знаю, и вот как говорят, там, может, наши органы будут брать, у нас скажут, давайте в долг, отдавайте ваши органы. Я не удивлюсь, почему я называю, что это северокорийский режим Казахстана, да. Они превратили в Казахстан вот такую, отдыхающую лагерь, там, провинцию Суар, да, по исправлению людей, вот, превращению их в манкуртов. Поэтому и у них нет, и за 30 лет все, мы уже знаем точно, доверие к этому режиму полностью потерян. Народ их не поддерживает вообще. И вот эти сейчас предстоящие выборы, где-то там ихние, в кавычках, политологи там рисуют 8 процентов. Ну, конечно, они опять обманывают. Я гарантирую, они больше 3 процентов на этих выборах не соберут. Естественно, они будут, как 30 лет они занимались фальсификацией, они также сделают, сфальсифицируют эти выборы. Они никаких партий туда не допускают демократических, народных партий, которые люди хотели, которые я хотел бы проголосовать. Но поэтому у нас, к сожалению, шансов нет, и поэтому я в этой жизни думаю, что мы должны что-то делать, чтобы этот режим, вот, каким-то образом мирно, да, вот, революционным путем он уже должен уйти. Ну, революционным путем, революционным не уйдет, революционным, но мирным, да, это, не знаю, революция. В Беларуси, Саша, 3 процента, а в Казахстане будет НУР 3 процента. НУРАТАН 3 процента, да, это совершенно справедливая цена, цифра, вот эти 3 процента это будут... Большая натяжка, спецификация. Да, вот эти 3 процента. Еще хуже, там минус 3 процента. Да, 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 это будут силовики, КНБшники, солдаты, полицейские, которые просто заставляют идти и говорят, иди голосуй за нас, и все. А народ их просто, они потеряли доверие народу, это совершенно очевидный, совершенно реальный факт, который сегодня происходит. Спасибо вам большое. Я хочу сейчас вернуться к коллегам-правозащитникам. Вот вы услышали историю Барлэка из первых уст, да? На вашу оценку, конечно, это по бурячьим следам, скажем так, как вы можете оценить то, что происходит сейчас с Барлэком? Алмам, может быть, вам к слову сначала. Согласна с Барлэком, что там идут репрессии, незаконно, задерживают, незаконно происходят вот такие вот действия со стороны власти. И поэтому сейчас он в таком непростом положении, потому что он тоже, наверное, чувствует какую-то следствия с переведением. Какая ваша будет рекомендация гражданским активистам? То есть что они могут делать, чтобы поддержать Барлэка? Ну, я думаю, что нужно будет поддержать его, поддержать родственников, поддержать людей, которые находятся в Акцае. Я думаю, что нам нужно всем миром поддержать Барлэк. Почему? Потому что он нам тоже помогал. Почему мы не должны? Мы тоже... Я думаю, что и солидарность. Да, 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 и солидарность. Дана Жанай, пожалуйста, слово тебе. Да, вот я как раз хотела провести аналогию с делом Аскандра Еребетова, как уже ранее было отмечено. Вообще в Казахстане любую инициативу, вообще любой человек, бросающий вызов диктатуре, насколько мы уже поняли за годом, всегда стараются сломать, спугнуть. К сожалению, Барлык у нас не первый и не последний в почке обвинений и силового давления в преследовании со стороны властей. Вот, насколько я знаю, у Барлыка взяли в заложники родного брата. Сотрудники... Ну, это, получается, близкий человек и также сотрудников фирмы КСС. И подбросили в куртку, получается, траву, да, там вроде бы как была конопля. И причем, вот подтвердите мои слова, получается, на работе, где подкидывали в карман Бекежану Медагазиеву данную траву, его там не было, да, без понятых подбрасывали. Барлык, я не знаю, если вы слышали или не слышали, Дана как раз таки спрашивает, был ли ваш брат, насколько она знает, его не было во время того, когда ему подкинули траву в куртку? И как они определили, что это именно его куртка? Да, нет, его там не было. И, ну, там они спросили, а где находится комната? Они прямо целенаправленно шли в эту комнату. А где здесь Бекежановская комната? Ну, они там по два человека живут в комнате. Вот они пошли туда и, соответственно, сказали, это чьи одежды? Ну, сказали, Бекежан, а это чьи? Это и все. И ребят поставили в коридоре, они там что-то там, ну, это мне так объяснили, я даже сам... Ну, конечно, важно не было, да. Да, и, соответственно, они потом позвали понятых, сказали, вот видите, мы в Бекежанов кармане нашли вот этот пакетик Анашой. Я не знаю, какое будет иметь продолжение дальше, но вот факт, что есть факт такой сегодня. При этом он не потребляет никаких абсолютно наркотических средств, это абсолютно исключено. Да, вы уже об этом говорили. Ну, то есть данное вот преследование, оно имеет с взятием заложники Искандера Ерембетова, да, насколько вы помните, вот в ноябре 17-го года его взяли в заложники, якобы был обвинен он в отмывании денег. Как известно, Искандер, он был потом позже признан уже политически преследованным в Казахстане, казахстанский бизнесмен в прошлом. И вот как раз на днях, вчера буквально я узнала, что власти объявили Барлыка Миндагазиева в международный розыск по линии Интерпола за уклонение от уплаты налогов и так далее по статье 262-й части 1-й. И поэтому я вот хотела бы обратиться к странам ЕС, к США, комиссии Интерпола с требованием признать вообще данное преследование, данное давление Барлыка Миндагазиева именно политическим. Сколько мы знаем, Интерпол, он никогда не объявляет крозыск лиц, которые преследуются по политическим мотивам. Да, согласно Искандеру, они действительно не должны этого делать, но практика показывает, что, к сожалению, так происходит. Поэтому наша роль как правозащитников им сообщать об этом заранее, чтобы исключить использование инструментов Интерпола для того, чтобы преподавать, например, в том числе политический Барлыка. Да-да-да, поэтому мы продолжим бороться и требовать, конечно же, признания этого исследования политическим, именно политическим. Спасибо. Спасибо, Дана. И, Анечка, что можешь ты порекомендовать тоже в том числе международному сообществу и другим активам, которые сейчас нас смотрят, нас смотрят сейчас больше 80 человек? Анечка восхищается Белоруссией. Смотрю на них, поддерживаю полностью мирную революцию, слежу за событиями и вижу то, что тех, кто помогает финансово, гражданскому обществу в Беларуси тоже преследует. Но, несмотря на это, они все-таки объединяются и создают все возможные, различные... Я вот здесь выписала, сейчас... Анечка, ты у нас пропала на секунду. Да, вот мы видим, что тоже не слышим. Она пытается перезагрузиться. Ну и пока Аня к нам подключается, я хочу продолжить, в принципе, ее тему и сказать, что Беларухам удалось собрать больше 8 миллионов долларов для того, чтобы поддержать гражданское общество и защитить политических заключенных, их семьи, поддержать членов оппозиции, активистов и всех тех, кто непосредственно занимается на международном уровне лоббированием санкций. И результаты есть. И я уверена, что если казахстанское гражданское общество объединится с бизнесом, то точно такой же будет масштабный эффект, тем более, что казахстанцев в разы больше, чем белорусов, вы гораздо богаче страна. Так, я вижу, что Аня к нам подключается. Да, ты пропала сразу после того, как начала рассказать про белорусский опыт. Видимо, он был более чекрительный. Несмотря на то, что бизнес тоже в Беларуси прессует, они объединяются, концертируются. А я вот начала перечислять только часть того, что такого самого интересного, что там есть Центр помощи бастующим, Фонд белорусской сандарности Байса, Скорая взаимопомощь. Потом такая прикольная вещь, там вплоть до того белорусы продумали, что семьям политзаключенных у нас не то, что денег не можем собрать, там даже продукты на дом возят. Это вот круто, это аж до мурашек. Я хочу... Вот эта позорная практика в Казахстане, то, что берут заложники, родственников, я на самом деле переживаю. Я как-то, не знаю, предугадываю, вижу то, что вот это... Обязательно будет политическое преследование. Страшно. Страшно за ваших братьев, друзей. Я требую от власти Казахстана, чтобы они прекратили фабриковать дело, отстали от вашего брата, прекратили их преследовать. Международное сообщество призывают вести персональные, санкции за серьезные нарушения прав человека в Казахстане. Вот. И от себя хочу призвать бизнесменов Казахстана, что вот это все не игрушки. Мы здесь сидим, не играемся, что это серьезные вещи. Это народ Казахстана, мы реально есть, нам реально нужна помощь. Вот. Что еще? Раньше, раньше... И они будут первыми бенефициантами, бенефициарами того, что вы делаете в первую очередь. Их бизнес не заберут, если у вас будут гарантированы, и у них будут гарантированы их базовые права. И вот барлыку, да, как первому смельчаку, если кто-то сейчас подключится и будет помогать так же, как это делает барлык, барлыку будет легче бороться. И все вместе будет легче бороться. Да, так и есть. Правильно же? Так и есть. Абсолютно верно. В случае, как с Белоруссией, когда там начали преследовать одну из самых известных IT-компаний, которая масштабно помогала гражданскому обществу, все остальные подключились одна за другой компаниями, в том числе даже, вот я сказала, кафешки, логистические компании самого разного уровня. И результат такой, что сегодня они добились и персональных санкций, и освобождения тех, кто был взят ранее в заложники. Вплоть до того, что Лакошенко был вынужден пойти за стол, сесть переговоров в тюрьме с теми, кого он преследовал. И называть это якобы диалогом, круглым столом. Но сам факт. Представьте себе Назарбаева, который приходит к Максу Бакарь, Сету Агышеву, Арону Атабеку и начинает с ними разговаривать о том, какие нужны же реформы в Казахстане. Я думаю, что вам аж нет смысла до такой степени ждать, пока он соизволится сойти в тюрьму, к фактически заключенному, а сразу лучше его там оставить. Просто поменять всех местами. Но для этого нужна ваша совместная работа над этим, а не просто наблюдать за тем, как одного с другим активистов покоят. Еще один момент хотела напомнить, вспомнить. Еще пару лет назад Нурботовская ферма Масимовская, кейнбашника нашего главного, они в комментариях везде писали, ну и что, чем вам Европейский Союз поможет, ну и что, чем вам США поможет. То есть спустя два года у нас ушло на это, чтобы образовать народ, достучаться, твердить о вот этой солидарности, о поддержке, что сейчас заметили, таких комментариев нет. Все, народ, народ Казахстана наконец-то понял, что мы сами, мы сами можем достучаться, и нам реально помогут, помогут тем, кто борется. Это показывает примеры Беларуси, опять же, да, которыми я восхищаюсь. И мы, мы, казахи, казахстанцы, точно так же должны это понять. Ну, Руботовская ферма Масимовская это поняла. Это уже прогресс. Они просто атакуют правозащитников и пытаются взломать ваши аккаунты, но над этим мы тоже работаем. Не сразу не было возможно, да. Варлику, если вы хотите еще что-то сказать, пожалуйста, но, в принципе, наша задача была а, показать вам солидарность, бы рассказать максимально детально нашим зрителям о том, что с вами произошло, кто вы и почему вас преследуют, почему ваше дело именно политически мотивировано. А мы в этом абсолютно уверены и огромное вам большое-большое человеческое спасибо за ту помощь, которую вы оказывали и, самое главное, даже собираетесь дальше оказывать, несмотря на все давление в отношении вас и ваших членов семьи и близких. Вот, да, я хотел как раз добавить, что Аня сказала замечательный привет, пример, то, что делают белорусские наши братья, потому что я почему-то их братья называю, я вообще вырос среди белорусов. И поэтому этот пример очень хороший, и я пользуюсь моментом, хотел сказать, обратиться к представителям бизнеса, потому что я человек бизнеса, я говорю вам, ребята, вот они мне там пишут многие друзья, предпринимательные, чем тебе помочь, давай, вот мне помогать ничем не надо, точно, а вот помогайте вашим соотечественникам, помогайте вот таким девчонкам, как Аня, как Алма, как Дана, и вот которые, парни, которые сидят в тюрьме, как Асхаджик Сибаев, как Кайрат Клышев, как Арон Атабек, как Макс Букаев и многие-многие другие, вот им помогайте, эти люди бьются за вас, за ваш бизнес, чтобы ваш бизнес был, чтобы вы могли этот бизнес передать потом по наследству своим детям, чтобы вы не боялись за то, что у вас северокорейский режим Казахстана вас отнимет этот бизнес, вот они как раз-таки в этом нуждаются, поэтому помогайте вот нашим соотечественникам, нашим девчонкам, нашим парням, нашим матерям, детям нашим, которые выходят, проводят такие вот выставки рисунков, продают, я вот, кстати, да, купил у Айши, а у мальчишки у одного купил, я уже не помню его имя, да, вот, и сейчас жду от Айши, она должна мне присылать тоже картину, я на миллион тенге, в общем, да, уже приготовил миллион тенге, и жду, когда нам не пришли такая картина, вот, а мы что нарисовали уже картины, они внимательно следят за вашими комментариями, будут художниками в Казахстане, да, и вот такие дети, даже дети, они вот поняли, что в корейском лагере, который устроил Назарбаев, Тукаев, Масимов, сама Табиш, они не хотят в этом жить, в этой стране, в этом лагере, и поэтому они через искусство пытаются каким-то образом помочь всеми политзаключенных, и я поэтому не мог остаться в стране, я обязательно вообще куплю картины, вот, и поэтому просто жду, да, когда нам пришел, хотя бы парочку, да, я уже прям горю желанием, и пользуюсь моментом, я хочу сказать девчатам, вот, Кахарман, да, Веритас, вот этот, 405, да, и вы не стесняетесь обращайтесь, в любом случае, да, будет фонд, потому что при этом Казахстан, он находится в Соединенных Штатах, он будет работать, потому что там правозащитники Соединенных Штатов будут работать, они без меня будут работать, поэтому в любом случае обращайтесь, вот, мы любыми путями будем доставлять деньги, ноги включим, руки включим, но деньги будут доводиться до вас, до ваших подзащитных, которые вы делаете благое дело, вы вообще делаете огромное, работу, это просто я не знаю, вот если мы когда-нибудь добьемся смены власти, то мирным путем, да, то, конечно, я хотел бы видеть вас всех, вот именно я не знаю, там, как героев, да, где-то там выбиты ваши имена, вот, что вот такие девчата, вот они, они способствовали такому, чтобы вот такие парни, которые сидят в тюрьме, они способствовали, что мы все жили в свободной стране, делали бизнес спокойно и поднимали свою экономику, поэтому, господа бизнесмены, господа предприниматели, пожалуйста, помогайте своим соотечественным, как делают тут белорусы, и это, поверьте, на нас смотрят боги, даже просто, хоть я в богов не верю, но посмотрите, если вы верите в богов, да, каких там, не знаю, вот, это всегда вам защитится, поэтому помогайте ближним своим, вот, те, которые люди страдают, которые нуждаются в этом, и которые бьются за наши права еще раз, спасибо вам большое. Барлок, я просто даже не успеваю включать все комментарии благодарности, и все слова, которые комментаторы пишут, выражая вам благодарность, ну, я думаю, вы сможете потом посмотреть сами под эфиром, непосредственно, кто находится в западно-казахстанской области, кто может следить за тем, что происходит сейчас вокруг компании КСС, и тех, кто сейчас находится под ударом. Собирайте информацию о каждом человеке, о каждом полицейском, КНБшнике, ОМОНовце, который участвует в этом политическом преследовании, сообщайте мне, мы обязательно эту информацию опубликуем и включим этих лиц, в том числе в списке, как кандидатов на персональные санкции. Поэтому огромная еще раз благодарность и вам, мои коллеги, из Веритаска-Хармана, 405-й правозащитной группы, и вам еще раз огромное спасибо, Барлок, и остаемся со всеми на связи.